Здравствуйте! Время новостей на телеканале ЖТСУ в студии Елеман Рейнбеков и Сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. Смотрите сегодня. Оставайтесь дома. В ряде городов страны усиливаются карантинные меры. За здоровье нации. Семь физкультурно-оздоровительных комплексов сдадут в Алматинской области в нынешнем году. Во спасение отца и сына. Мужчину и его 12-летнего сына ночью унесло ветром на Капшигайском водохранилище. Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусной инфекцией. В настоящее время первый президент Казахстана находится на самоизоляции. К сожалению, последний тест на коронавирус показал положительный результат. Однако повода для беспокойства нет. Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно. В связи с болезнью глава государства Касым Жомар Токаев пожелал ему скорейшего выздоровления. К глубокому сожалению, коронавирус не обошел стороной и нашего первого президента Ельбасы. Желаю Нурсултану Абишевичу Назарбаеву скорейшего выздоровления. Он сильный духом человек. Вся его жизнь преодоление. Поэтому уверен, что и это испытание он успешно преодолеет. Слова поддержки в адрес первого президента Республики Казахстана Марсултана Назарбаева выразил и педагогический состав Житсуцкого государственного университета. Они пожелали Ельбасы крепкого здоровья и выразили уверенность, что болезней не сломить лидера нации. До нас дошла весть о том, что наш первый президент, наш любимый и уважаемый президент Республики Казахстана Абишевич Назарбаев заболел коронавирусом. В этой связи я, как секретарь и председатель первичной партийной организации Житсуцкого государственного университета, единственного университета Алматинской области от имени всех членов партии Нуратан, от имени профессорско-преподавательского состава, Желаю скорейшего выздоровления нашего любимого, мудрого, первого президента, благодаря которому мы стали, как страна, на обломках разрушенного Советского Союза возвел прекрасную государство, как Казахстан. В продолжение темы от имени спортивного сообщества Край Житсуцкого выразил слова поддержки Нурсултана Назарбаева Нурбака Тенисбаев. Руководитель управления физической культуры и спорта Алматинской области пожелал Ельбаса избавиться от коронавируса. Вы мудрый политик, сильный человек, настоящий лидер нации. Желаю крепкого здоровья, отметил Нурбака Тенисбаев. Нурсултан Назарбаев внес и вносит огромный вклад в становление отечественного спорта страны. Благодаря созданным условиям в Казахстане появилось множество международных чемпионов почти по всем видам спорта. Он очень мужественный и дальновидный человек, поэтому я уверен, что Ельбасы сможет с уверенностью справиться с болезнью. Заболел коронавирусом и глава Кирблакского района Алматинской области. Вчера Махабад Бегильдеев сдал тест на вирус. Сегодня утром результаты показали наличие инфекции в организме. Акима отправили на госпитализацию в Талукурган, сообщила его пресс-секретарь. Теперь Махабад Бегильдеев будет проходить лечение согласно протоколу. Заместители Акима района продолжат работу в штатном режиме. Ужесточить меры в борьбе с коронавирусом поручил глава государства Касам Жомар Токаев. Как опубликовал на своей странице в Твиттере президент, несоблюдение гражданами карантинного режима привело к быстрому распространению вируса. В связи с этим на правительственном селекторе с регионами Аскар Мамин озвучил меры по стабилизации эпидемиологической обстановки в стране, предложенные главой государства. На сегодня в Казахстане подтверждены более 15 800 случаев заболевания коронавирусом. Около 10 000 пациентов выздоровели. Однако с недавнего времени в республике активно выявляют и считают отдельно бессимптомных носителей. Их в стране более 6 800 человек. Статистика не радует. Учитывая сложившуюся ситуацию, глава правительства Аскар Мамин поручил ужесточить карантинные меры в ряде городов Казахстана. В их числе Нурсултан, Алматы, Экибастуз, Караганда, Шимкент, Павладар. В Алматинской области запреты не коснулись. Наша задача найти баланс между строгими ограничительными мерами и реальными мерами обеспечения санитарной безопасности. В то же время мы не можем препятствовать деловой активности граждан, но необходимо принять временные ограничительные меры, особенно по части отдыха граждан. В этой связи поручаю ввести следующие дополнительные ограничительные меры в предстоящие выходные 20-21 июня. Приостановить деятельность ТРЦ, торговых домов, крытых продовольственных и непродовольственных рынков, базаров, фитнес-центров. Допустить работу объектов общепитов только на открытом воздухе с сохранением социального дистанцирования. Ограничить работу общественного транспорта, приостановить функционирование общественных мест, парков, скверов, набережных. Обеспечение сел питьевой водой, строительство бассейна и дорог. Эти и другие вопросы волнуют жителей Уйгурского района. С ними встреча не обратились непосредственно к Акиму Алматинской области Аманду Кубаталову во время приема граждан. Аким области выслушал просьбы 30 граждан, записавшихся на прием. Большая часть вопросов в самом районном центре, в селе Шонжа. Один из обратившихся эпидемиолог по специальности, Телебжан Рахмаев, давно изучает негативное влияние локаторной станции на здоровье местного населения. Не единожды по вопросу ее демонтажа обращались в районы Акимат, говорит Телебжан. Вопрос не сдвигается с мертвой точки уже 10 лет. Вы знаете, что локаторы это излучают мощные электромагнитные излучения. Потом он незаметно влияет на здоровье. Локатор до 3 километров от населенного пункта. Да, от населенного пункта, от границы населенного пункта. Хорошо, давайте. Все, я подумаю, будем. Это хороший вопрос. Вы подготовьте письмо. Я сейчас с министром обороны переговорю. Обратились сельчане с вопросом районного масштаба. Нурмухамед Арипов просит Акима области решить проблему с освещением нового района села. Государство реализует программы, действительно направленные на улучшение благосостояния сельского населения. Все блага цивилизации имеются, говорит Арипов. Но электричества на улицах большей части райцентра нет. Амандык Баталов отметил недоработку в этом вопросе Акима района. И поручил подготовить проектно-сметную документацию в самое ближайшее время. Средства на строительство сетей руководство области выделит. Учителя местной школы Гаухар Шалабаеву тревожит вопрос трехсменного обучения. В последние годы в районе отмечается хороший прирост населения. В следующем учебном году ожидается большой поток первоклассников. А в школе, рассчитанной на 900 мест, в данное время уже обучаются около 2000 ребят в три смены. В этом учебном году в школу закончили 69 выпускников. А в следующем ожидаем 8 полноценных первых классов. Вы только подумайте, какое это количество детей. Мы не знаем, что делать. Прошу вас обратить на это пристальное внимание и помочь нам. Те, кто не смог попасть в этот день в райцентр, смогли задать вопросы главе области онлайн. Жителям села Шушанай нужна поливная вода, капитальный и текущий ремонт дорог. Все проблемы разрешимы. Я специально приехал сюда, чтобы их выслушать. Каждый из вопросов будет решен. В этом у вас сомнений быть не должно. Аким района Шухрат-Нурахунов будет ездить в каждое село и будет лично смотреть, как решаются мои поручения. Я всегда стараюсь решить проблему на месте, но есть такие, которые требуют определенного времени. Поэтому прошу вас отнестись ко всему с пониманием. Все будет сделано в меру наших возможностей. В ходе двухчасовой беседы Акимобласти дал задание местным властям по каждому отдельно взятому вопросу. И отметил, что исполнение будет строго контролироваться. Потому халатного отношения к работе быть не должно. Резюмировал встречу глава региона. Азаджумаханов, Жаслан Дженкензе, телекомпания Аджетессу. Из Уйгурского района. Проконтролировал Акимобласти во время рабочей поездки в Уйгурский район ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Шунжа. Это один из ста фоков Казахстана, возмотивленных по поручению первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. На его строительство выделено более 1,2 млрд тенге. Физкультурно-оздоровительные комплексы на сегодня возводятся сразу в восьми районах Алматинской области. Программа Ельбаса дала мощный импульс развитию спорта на селе. В ауле Шунжа строительством комплекса занимается компания «Лидер». 60% работ уже выполнено. Срывов по срокам не будет, заверили Акимобласти, представители подрядной организации. Начато строительство в ноябре месяце 2019 года. Сумма проекта на сегодняшний день составляет 1,244 млрд тенге, из которых в том году освоено более 300 млн, а оставшаяся сумма будет освоена и осваивается в текущем году. Объект идет согласно графику производства работы. На сегодняшний день ориентировочная работа где-то 84-90 человек. Акимобласти лично оценил качество возводимого объекта. Будучи опытным строителем, Амандык Баталов дал ряд рекомендаций по фасаду здания и по благоустройству. По его мнению, вокруг комплекса необходимо посадить не только низкорослый декоративный кустарник, но и большие, трехметровые деревья. Разнообразие зеленых насаждений сделает облик здания намного краше, подчеркнул глава региона. По плану в эксплуатацию новый физкультурно-оздоровительный комплекс дадут в январе следующего года. Азад Жумаханов, Жаслан Шенкенжи и телекомпания ЖТСО из Уйгорского района. Госпрограмма «В помощь». В текущем году в Кербулакском районе будут капитально отремонтированы 53 объекта с созданием более чем 150 новых рабочих мест. Школа села Сарабастау стала одной из самых масштабных стройплощадок в Кербулакском районе. Она была построена около 50 лет назад. И это первый капитальный ремонт с того времени. В рамках государственной программы «Дорожная карта занятостей» на реконструкцию объекта образования выделено более 400 миллионов тенге. Такому событию особенно рады местные жители. И школа обновится, и стабильная работа появилась. Всем селом рады ремонту школы. Я сама училась в этой школе. Сейчас мои дети получают здесь знания. Конечно же, хотелось нового здания школы. Оно теперь у нас будет. Обновится и транспортная инфраструктура. В 13 населенных пунктах идет ремонт внутренних дорог и подъездных путей с укладкой асфальтового полотна по новым технологиям. В этом году по району реализуется 7 проектов. По дорожной карте занятости 2020. Всего охвачено 13 населенных пунктов. На сегодня в 4 населенных пунктах работы завершены полностью. Это село Сарбастал, станция Малая Сары, село Малая Сары и село Алтынемель. Более 700 жителей района получили помощь в рамках государственной программы по итогам прошлого года. Одним из трех ее направлений воспользовалась молодая жительница региона Наздана Базлбекова. Применить свои знания, полученные в технологическом университете, она смогла благодаря дорожной карте занятости. Для открытия этого швейного цеха в центре занятости я получила грант в 505 тенге, добавила свои сбережения и купила все необходимое для шитья. Самая главная моя покупка – это аппарат для компьютерной вышивки. Заказы есть, а соответственно и заработок. 70 жителей, подавших заявки на получение подобных грантов, получат финансовую поддержку до конца года. Сейчас центры занятости района рассматривают бизнес-планы сечан. Кому-то помогают получить новую профессию. Безработных людей мы стараемся трудоустроить. В селах сейчас очень много работы. Это строительство дорог разных объектов. Также действуют другие направления программы по обучению и переквалификации. По ней они трудоустраиваются и зарабатывают. Размер заработка 85 тысяч тенге предусмотрен весь социальный пакет. Таким образом, дорожная карта занятости обеспечивает трудоустройство и развитие предпринимательской деятельности сразу по трем направлениям. В том числе трудоустройство, переквалификация, развитие продуктивной занятости и массовое предпринимательство. Это одна из масштабных мер правительства по поддержке населения и снижению уровня безработицы. Гульназ Мустафа, Ержан Дюсен, телеканал ЖТСУ, Кирбулакский район. К другим темам. Всего 6 часов в сутки доступна питьевая вода жителям села Турпан Памфиловского района. Для населенного пункта численностью в 2000 человек это существенная проблема. В настоящее время местные власти решают этот вопрос. А жители поселка тем временем вынуждены подстраиваться под неудобный график, чтобы не остаться без воды. Единственный источник питьевой воды жителей села Турпан – старая водозаборная башня 1975 года постройки. Из-за изношенного оборудования несколько лет назад начались перебои. Теперь вода доступна лишь в течение 6 часов. А на 12 улицах села всего 2-3 водяные колонки. Я живу в этой деревне. Каждый день мне приходится проходить по 2 километра до колонки, чтобы набрать питьевой воды. У меня маленькие дети. Порой не получается вовремя набрать воды. Тогда приходится идти за водой на другой день. Свои надежды на бесперебойную подачу питьевой воды сельчане связывают с новой насосной станцией. Строительство ее началось буквально месяц назад. И пройдет в два этапа. Первый будет осуществлен в рамках программы «Дорожная карта занятости». Для этого из бюджета выделено 230 миллионов тенге. И создано около 300 рабочих мест для местного населения. Финансирование второго завершающего этапа состоится в 2021 году по программе «Аул Ельбисыг». По плану на одном гектаре земли установят водонапорную башню объемом в 50 кубических метров, два резервуара для сбора воды, объемом в 220 кубических метров и насосную станцию. Вода будет поступать из двух новых скважин. Водопроводные сети внутри населенных пунктов будут проведены в будущем году, поясняют специалисты. Вы видите, сейчас ведутся строительные работы. Пробурена одна скважина глубиной 250 метров. В настоящее время вода прокачивается и очищается. В прошлом году во время геодезических исследований была обнаружена вода на глубине 90 метров. Эти же работы будут произведены и со второй скважины. В Панфиловском районе отмечается стопроцентное обеспечение жителей питьевой водой. Однако в некоторых селах устарели водонапорные башни, в том числе и в селе Алмалы. Сейчас здесь также идет строительство новой водонапорной станции. Сумма проекта – 38 миллионов тенге. По словам специалистов местного Акимата, уже через два месяца жители села Алмалы будут обеспечены бесперебойной подачей питьевой воды благодаря запуску новой станции. Гульмира Тимиргалиева, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ, Панфиловский район. Почти 500 километров автодорог Алматинской области отремонтируют в этом году. Из них среднему ремонту подлежит 367 километров. Об этом рассказали ответственные лица в ходе онлайн-совещания под председательством первого заместителя Акима Алматинской области Лазата Турлашева. От качества проводимой работы, установленных дорожных знаков и разметок зависит безопасность пассажиров и водителей. Всего в регионе 8,5 тысяч километров автомобильных дорог. 16% из них в неудовлетворительном состоянии. В основном покрытие нарушают перегруженные грузовики. Поэтому Лазат Турлашев поручил контролирующим органам следить за состоянием дорог и правильной эксплуатацией. Во всех районах нужно обеспечить прозрачность проводимой деятельности. Как известно, немало дорог требует ухода и ремонта. Каждый участок важен. Ответственным лицам необходимо систематически проверять качество дорожного полотна, обновлять дорожные знаки, размещать их там, где в них есть нужда. 12 крупных торговых домов Талдыкургана могут закрыть, в результате чего 7 тысячи предпринимателей рискуют потерять работу. Причина одна – несоблюдение пожарных требований. Специалисты службы УЧС сделали проверку на оценку степени рисков. Выявлен ряд нарушений. В числе объектов – ТО «Демев», Шаган, торговый дом Шаган. Все указанные товарищества признаны виновными в совершении административного правонарушения. В случае, если у руководства торговых домов не будут предприниматься противопожарные меры, будет вынесено принудительное решение о их закрытии на 3 месяца. Следует отметить, по словам директора ТО «Шаган», все предписания были устранены, кроме одного пункта. Нами был составлен административный протокол по статье 462, ч. 3 и передан материал в Талдыкургановский административный суд. По решению административного суда данные юридические лица были привлечены к административной ответственности на сумму 252 тысяч тенге, 100 МРП месячных расчетных показателей, и наложено дополнительное административное взыскание в виде приостановления деятельности. На сегодняшний день государственными судебными исполнителями было принято, инициировано проведение обследования, и в состав комиссии включены сотрудники управления ЧАЭС, в связи с чем на сегодняшний день проводится обследование данных объектов на предмет устранения нарушений. На сегодняшний день нами все требования, которые были указаны в решении суда, на 99% выполнены, а остался один пункт, над которым мы сегодня работаем. Но, несмотря на это, судебные исполнители сегодня на брифинге озвучили, что они будут закрывать все торговые тома. Пользуясь случаем, я хотел обратиться местным исполнительным органам Департаменту юстиции, не доводить до закрытия, потому что закрытие данных торговых томов может привести к тому, что более 7 тысяч человек останутся без работы. Один пункт, процент который остался, в ближайшее время мы этот вопрос решим. Унесенные ветром, мужчину с сыном спасли на Капшигайском водохранилище. Семья решила покататься ночью у берега на самодельном понтоне, но поднявшийся ветер заставил их пережить опасное приключение. Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, сообщение о произошедшем поступило от родственников невольных мореплавателей 17 июня после 10 часов ночи. Как выяснилось, мужчина 1979 года рождения и его 12-летний сын отдыхали на базе отдыха в Сауле. Ведомцы также отметили, что спасенные нарушили правила безопасности на воде. Отправившись на водоем в темное время суток, хотя и обезопасили себя, надев спасательные жилеты и имели с собой спасательные круги. Статистика у нас выглядит таким образом, что уже в связи с повышением температуры воздуха, буквально в течение, например, полтора месяца сотрудниками ДЧС Маматинской области были спасены на водах, а именно в этом водохранилище уже порядка 11 человек. Это составляет 6 случаев спасения на водах. Ну, хотелось бы добавить, что в купальный сезон людям всем охота отдыхнуть, Ну, главное, главное, надо соблюдать требования безопасности на воде. В Теймертау мужчина напал с ножом на пассажира автобуса. В социальной сети Instagram на странице «Теймертау Тудей» размещено видео, на котором на полу автобуса лежит удерживаемый мужчина, который при этом жутко скверно словит и угрожает своему пленителю. Затем в кадре появляются полицейские, которые усаживают мужчину в патрульный автомобиль. Как выяснилось, дебошир накинулся с ножом на неизвестного ему молодого парня. Но благодаря бдительности пассажиров, нападавшего удалось обезвредить. Сейчас нарушитель помещен в изолятор временного содержания «Теймертау». Очереди и ажиотаж. Алматинцы массово сдают анализы на коронавирус. Утро для многих жителей города начинается не с кофе, а многочасовых ожиданий. Большая часть – мужчины и женщины средних лет. Некоторые отправляются сдавать ПЦР из-за того, что работают в сфере обслуживания. По словам ответственных лиц, стоять в очереди не надо. Записаться на прохождение теста можно на специальном сайте. Некоторые сдают анализ для собственного спокойствия. Но больше тех, кого обязывают работодатели. В центре Киева полиция задержала 15 человек, участвовавших в двух манифестациях. По призыву журналиста и политика Анатолия Шария, несколько сотен его сторонников пришли на акцию протеста к офису президента Владимира Зеленского. Оттуда участники перешли к дому, где живет глава государства. С лозунгом «Немой президент» митингующие обвиняли его в политике соглашательства с правыми радикалами и требовали остановить нападение на журналистов. Одновременно представители ультраправой партии «Национальный корпус» решили провести контр-манифестацию. Они, среди прочего, обвиняют живущего в Западной Европе Шария в пророссийской позиции. Полиции удалось не допустить серьезных столкновений. Стражи порядка, по словам очевидцев, быстро прекращали вспыхивающие потасовки и перепалки. Европейские мультфильмы и впредь продолжат радовать и удивлять своих зрителей. Это подтверждает Международный фестиваль анимационных фильмов «Ванси», впервые проходящий в онлайн-формате. До конца июня в рамках мероприятия состоится показ лент, произведенных в разных странах мира. Но две трети картин, претендующих на «Золотой кристалл», сняты в Европе, в том числе и в России. Фестиваль «Ванси» – прекрасная возможность и для популяризации европейского анимационного кино, и для поиска новых рынков сбыта. У современной мультипликации широкая аудитория, зачастую указывают критики. Именно конкурс короткометражных мультипликационных лент выявляет новые таланты и имена. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова